Я всех приветствую! Мы продолжаем разбирать первое послание Коринфянам, 12 главу с 14 стиха. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело – глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены каждой в составе тела так, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке «Ты мне не надобна» или «Также голова ногам, вы мне не нужны». Я думаю, достаточно понятный прообраз тела продолжает здесь Павел разбирать. И он рисует такую логическую картину перед глазами своих адресатов, своих слушателей Коринфян, где поясняет, что тело состоит из многих членов, и, конечно же, какой-то раздор, разделение между ними на основании непохожести их друг на друга и разных характеристик их является нелогичным, неправильным и, скажем так, немудрым. Поэтому я не буду сегодня вникать вот в этот прообраз тела Христова глубоко. Он нам понятен, он абсолютно прозрачен, он, скажем так, не нуждается в каких-то толкованиях дополнительных. То есть образ тела, где есть много разных органов, где есть много разных тканей, клеток и так далее, которые мирно и гармонично сосуществуют, нам абсолютно понятен этот образ. И говорить об этом слишком много, опять же, комментировать то, что здесь Павел говорит о членах разных и о, скажем, их взаимодействии, смысла особого я не вижу. Я хотел бы прокомментировать здесь три стиха особо, вот в этом отрывке три стиха. Первый стих это 15-16, ну, скажем, не стих, а блок. Первый блок или отрывок это 15-16. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Здесь рассматривается, на мой взгляд, случай мнимого состояния Или надуманного, накрученного состояния какого-нибудь верующего Который смотрит на других и говорит Ой, а я не такой, как мой брат Или я не такая, как моя сестра Они имеют какие-то таланты, они имеют какие-то выдающиеся способности, дары А я не такой, как они Поэтому я чувствую себя отверженным и никчемным Поэтому я называю вот этот отрывок, да, или вот этот блок Эту мысль, которая здесь содержится Описанием человека, страдающего мнимой никчемностью Чувством мнимой никчемности Ой, я не принадлежу к телу, потому что я не рука Я не могу так двигаться, как рука Я не обладаю такой красотой, как рука Я не обладаю такой функциональностью, как рука Я не могу делать таких дел, как вот эта рука Такая мнимая никчемность, знаете Далее Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз Мне так хотелось бы быть глазом Потому что глаз, он все видит Глаз, он видит, значит, будущее, возможно Видит, что будет впереди Возможно, имеется в виду, подразумевается Кто-то имеет способность видеть видение И я начинаю этому завидовать Вот, брат или сестра, у них есть дар видения, да, или откровения Какой-нибудь дар слова мудрости, слово знания через видение И я могу начать завидовать Так вот, легкой такой завистью, а может и нелегкой И сравнивая себя с этим братом или сестрой Говорить, ой, наверное, я не принадлежу к телу Я чувствую себя отверженным, я чувствую себя ненужным Я чувствую себя не в своей тарелке, когда я вижу, как этот брат функционирует Потому что, ну, я сразу выгляжу каким-то, ну, скажем, глухим, слепым и ничего не значащим Здесь рассматривается синдром, значит, мнимой вот такой отверженности Или мнимой никчемности Чувство мнимой никчемности Это первый момент Второй момент в конце отрывка содержится В 21 стихе Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна Или также голова ногам, вы мне не нужны Здесь рассматривается другой синдром Или такой, ну, скажем, позыв чувства, ощущения, мнимая Собственной исключительности Чувство мнимой исключительности Я лучше, чем он Я лучше, чем она Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна Я глаз, я глаз А ты какая-то там рука Подумаешь, ты там можешь что-то ковыряться где-то А я глаз, я вижу Я понимаю вещи, я проницаю Я обладаю пророческой, скажем, проницательностью Чувствительностью Я функционирую в теле Христовом как глаз Я исключительный, я особенный Здесь вот такое рассматривается состояние То есть в вопросе разделений В вопросе отсутствия единства Может существовать несколько различных синдромов Или таких вот, скажем, чувств Мнимых чувств Которые совсем не настоящие Которые при близком, детальном и таком духовном рассмотрении Оказываются мнимыми и неправдоподобными Потому что ценность наша в теле Христовом Не определяется нашими дарами Наша ценность в теле Христовом не определяется, скажем, той видимой функциональностью Или той видимой частью нашего вклада Который мы можем вносить в тело Христово Наша ценность в теле Христовом Основана на одном лишь чувстве Или даже не чувстве А на одном лишь факте Нашей веры в Иисуса Христа И нашей святости Вот если я верен, если я свят Если я в этом смысле возрастаю То моя ценность повышается в теле Христовом Понимаете? Независимо от того, какими я обладаю дарами Может я не являюсь глазом Я не вижу Я не являюсь ухом Я не слышу Я не могу двигаться как рука Или идти далеко как нога Я привязан к одному месту Я не хожу далеко как ноги ходят Которые там благовествуют Я не такой Но это не значит, что я менее ценен И с другой стороны Это не значит, что я должен других считать менее ценным Понимаете? То есть тут палка о двух концах С одной стороны В начале нашего вот этого отрывка Мы видим и рассматриваем чувство Мнимой такой отверженности Или чувство мнимой никчемности А с другой стороны в конце отрывка Мы видим чувство мнимой Такой исключительности Мнимого превосходства Я лучше, чем другие То есть две такие крайности здесь рассматриваются И еще один стих, который я хотел бы сегодня Прокомментировать Это 18 стих 18 Но Бог расположил члены Каждый в составе тела Как ему было угодно Вот здесь я хотел бы остановиться Тоже поподробнее Что значит Бог расположил? Как мы должны воспринимать эту фразу? Значит ли это, что Всем нам Членам тела Христова Должно быть какое-то особое Пророческое, скажем, проявление По отношению к нам Какое-то откровение Должно через кого-либо По отношению к нам Которое определяло бы нас И ставило бы нас Значит В какую-то позицию Или на какое-то место В теле Христова Значит ли это, что Бог расположил Посредством каких-то Сверхъестественных Драматических Откровений Действий Проявлений Очевидно Очень правильно Наверное Издраво будет сказать Что нет Это не значит Вот такое особое Пророческое действие Конечно же Бог может Пророчески Драматическим образом Вот так Знаете Голосом Там Откровением Каким-то Видением Поставлять кого-либо На какую-либо Позицию в теле Христовом Назначать там На какую-то роль Функцию Должность Высвобождать Какие-то дары И так далее Все это Конечно же Может быть Но Нельзя Сказать Что только Таким образом Бог поставляет Кого-то Тем или иным Членом Назначает На ту или иную роль Дает ту или иную Функцию в теле Христовом Нельзя так сказать То есть Бывают Разные Скажем Способы Да Или разные Методы Которые Бог Использует Для того Чтобы расположить Члены В составе тела И вот Мы с вами Когда смотрели Седьмую главу То мы там Видели Такую фразу Тоже Рассматривали Читали Каждый поступает Так Как Бог Определил И так Как Бог Призвал Так я повелеваю По всем церквям Помните Мы с вами Рассматривали Эту фразу То есть Каждый поступает Так Как Бог Ему Определил И как Бог призвал И в контексте Этой седьмой главы Когда мы Рассматривали Мы не видели Нигде Никаких Пророчеств Не видели Нигде Никаких Видений Там были Простые Скажем так Житейские Обыденные Достаточно Такие Материальные Даже Физические Вещи Например Брак Состояние Относительно Института Рабства В древней Римской империи То есть Человек мог быть Ну скажем По происхождению Рабом Даже так Потом Еще Какой-то Социальный Статус Иудей Ты Или Елен Все это Является Показательными Или признаками Того К чему Тебя Призвал Бог И что Он Определил Относительно Тебя Является Ли социальное Происхождение Чем-то Сверхъестественным Пророческим Там Каким-то Видением Нет Это Простая Скажем так Данность Житейская Жизненная Которая Ну вот Нам Дана В жизни Вот мы Родились Например Вот в таком Состоянии В таком Социальном Статусе Это и значит Что Бог Определил Нас Вот на Такую-то Роль И проложил Нам Такую-то Дорожку Я сейчас Не говорю Что Если Есть у Тебя Возможность Лучшим Воспользоваться И ты Не должен Этим Пользоваться Там же В 7 главе Павел И говорит Что Если у Тебя Есть возможность Лучшим Воспользоваться То Воспользуйся Конечно Но если Такой Возможности Явной Нет И тебе Нужно Лезть Из кожи Вон И прилагать Какие-то Супер Усилия Для того Чтобы Кем-то Стать То Нужно Задать Вопрос А Определил Это Для Тебя Господь Так же И здесь Вот Когда мы Смотрим Вот Эту Фразу Но Бог Расположил Члены Каждый В составе Тела Как ему Было Угодно Нужно Воспринимать Естественно Не нужно Ее Слишком Одухотворять И Делать Такой Сверхъестественной Тут Должно Быть Пророчество Тут Должно Обязательно Чтобы Ты Знал Куда Тебе Ити Что Делать И Кем Тебе Быть Тебе Обязательно Нужно Принять Пророческое Слово От кого Либо Возможно Это Так Возможно И Нужно Но Не Для Всех Далеко Не Для Всех И Не Для Каждого Мы Должны Принимать Во Внимание Простые Обыденные Физические Материальные Скажем Так Обстоятельственные Вещи Которые Нас Окружают Вот Мы Вот В таких Обстоятельствах Значит Бог Определил Вот Так Мне Быть В теле Христовом Таким Вот В таком Качестве Вот Могу Я Говорить Слово Значит Бог Определил Мне Быть Вот Таким Я Сейчас Не Себя Имей Ввиду Я Вообще Говорю Дал Мне Господь Зарабатывать Деньги Текут Они Ко Мне Рекой Значит Бог Определил Быть Мне Раздавателем В теле Христовом Могу Я Чинить Машины Значит Хорошо Там Пилить Дрова И убирать Снег Значит Бог Определил Мне Эту Способность Эту Функцию Тут Все Гораздо Проще Конечно Опять же Это Не Исключает Пророческого Слова Не Исключает Я Сейчас Не Уничижаю Пророчество И не Исключаю Пророческое Слово Потому Что Павел Пишет Тимофею Однажды Чтобы Ты Воинствовал С теми Пророчествами Которые Тебе Были Даны Как Добрый Воин Согласно С ними Употреблял Те Дарования Которые Были Тебе Даны По Возложению Рук С Пророчеством То есть Это Тоже Имеет Место Но Все На этом Зацикливать И только На это Смотреть И только От этого Ставить В зависимость Свою Функцию И свое Место В теле Христов Будет Далеко Неправильным Ошибочным И Контрпродуктивным Человек может вот так Ждать годами Пророчества Десятилетиями Бог мне ничего не говорит Кем я должен стать Кем я должен быть И каков я Член в теле Христовом И вот так вот И прождать И ничего не сделать В этом есть даже Какое-то лукавство Лжесмирение Понимаете Здесь идет Речь о Мнимых чувствах Коринфян Вот я прям вижу Здесь Павел Вскрывает Да Или диагностирует Вот эти Мнимые Их чувства Чувства Отверженности Чувства Никчемности Это Мнимое чувство Если ты не можешь Проповедовать С кафедры Если ты не можешь Там Хорошо готовить Убирать Мыть полы Там Или быть Каким-то Вот таким Выдающимся Деятелем Это не значит Что ты Не принадлежишь К телу Не нужно страдать От этого чувства Мнимой отверженности Ты принадлежишь К телу Просто на основании Того факта Что ты верующий В Иисуса Христа И ты Праведен Во Христе Иисусе И идешь путем святости Вот если ты соответствующий Этим критериям Все С тобой все в порядке Не нужно страдать Чувством Мнимой отверженности Ты не никчемный Ты что-то значишь Даже если тебя не видно Даже если ты сокрыт Там где-то И являешься печенкой Селезенкой Еще каким-то органом Который может быть При этом Очень и очень важным И с другой стороны Если я обладаю Какими-то дарами Если у меня Что-то получается Если я являюсь Каким-то Выдающимся человеком Да Или личностью Яркой Которая может себя Проявлять И как Знаете Является Видной личностью То мне не нужно Страдать чувством Мнимой исключительности И говорить Хо Так ты мне не нужна Че ты тут вообще От тебя здесь Ничего не зависит Я тут все определяю Потому что Бог мне дал Эти дары и таланты Другая крайность Другое Скажем так Чувство Мнимое Опять же Мнимое Потому что Никто и ничто Не делает нас Исключительными Помните Павел как-то В одном из посланий По-моему Во втором коринфянам Сказал Ибо кто Отличает тебя А может быть И здесь в первом коринфянам Мы уже просто Давненько Его разбирали Да Четвертая глава Первого послания к коринфянам Здесь же Четвертая глава Седьмой стих Ибо кто Отличает тебя Что ты имеешь Чего бы ты не получил А если получил Что хвалишься Как будто ты Не получил это А как-то заработал Заслужил Своими усилиями Этого достиг Ты не являешься Особенным Ты не являешься Исключительным Вот что здесь говорит Дух Святой Через апостола Павла И поэтому Чувство Вот этой мнимой Исключительности Мнимого превосходства Нам нужно с ним бороться Нам нужно Отслеживать И бодрствовать Никчемности Да И чувством Мнимой исключительности Последнее время Видно как В проповедях Да там В каких-то Тенденциях В направлениях Таких Высказываются Проповедники Многие Пытаясь Ободрить Христиан Их Исключительностью У тебя У тебя Особая Судьба Ты Особенный Ты призван К особенному Служению Ты Человек Исключительной Индивидуальности Ты Ну не похож На друг Ни на кого Другого Ты индивидуальность Ты личность И вот на этом Делается такой акцент Это понятно Что мы Особенные Индивидуальные Что мы Не похожи Друг на друга Что мы Обладаем Какими-то Характеристиками Уникальными Которыми Господь Нас наделил Для того Чтобы Являть Свою славу Это понятно Но так уж Сильно на этом Зацикливаться Так уж Сильно на этом Акцентировать Своё внимание Мне кажется Будет неправильно Поэтому Тенденции Последнего времени Вот этого Проповедования О великой Твоей судьбе Мне кажется Они ошибочны Они ошибочны Несмотря на то Что такие проповеди Нас ободряют Конечно же Потому что мы Сразу же Чувствуем себя Значимыми Чувство значимости Это такое важное Для человека Чувство Без которого Ему весьма тяжело Значит Быть счастливым Да И Ну как бы Жить в полноте Наслаждаться жизнью Он хочет быть значимым Он хочет быть нужным Полезным Востребованным Это понятно Каждый человек Хочет таким быть Но Чрезмерно На этом Акцентировать Внимание Тоже будет неправильно То есть Мы Должны И здесь И в этом вопросе Придерживаться Здравого баланса Да у меня есть Какие-то уникальные Характеристики Я Человек уникальный Да Индивидуальность Личность Но это не значит Что я на этом Зациклен Постоянно На себя Только смотрю Вот посмотрите Давайте Значит Еще раз Два этих Отрывочка Которые Которые Раскрывают нам Два этих Противоположных Чувства Мнимых Первый Отрывок В начале Нашего Сегодняшнего Отрывка Первый Вот этот Блок Если нога Скажет Я не принадлежу К телу Потому что Я не рука То неужели Она потому Не принадлежит К телу Обратите внимание Частоту Употребления Слова Я Если нога Скажет Я не принадлежу К телу Потому что Я не рука То неужели Она потому Не принадлежит К телу Если ухо Скажет Я не принадлежу К телу Потому что Я не глаз То неужели Она потому Не принадлежит К телу То есть Это Человек на себе И видно, что человек на себе зациклен, делает акцент, что я не такой. Это такое чувство мнимого лжесмирения. Я слабый, я никчемный, я никому не годный, я ни рука, ни нога, ни глаз. Ой, да вообще я никто и ничто. Я, я, я. Везде я. Человек сосредоточен на этом. И концовка нашего отрывка, 21 стих. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна. Или также голова ногам, ты мне не нужна. Или вы мне не нужны. Видите акценты? То есть первый отрывок, значит, я, 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 я. Второй отрывок, концовка нашего сегодняшнего отрывка. Ты, ты, вы, вы, вы. То есть крайности. Все время смотреть на кого-то или все время смотреть на себя. Нужно равномерно распределять эти, скажем так, нагрузки, внимание нашего, да, или то, куда мы смотрим. Равномерно на это нужно смотреть. И себя видеть где-то, да, и других видеть. А не зацикливаться только на себе или только на других. Это мнимые чувства, да, и это крайности, которые нам не нужны для того, чтобы быть успешными в теле Христова. И, конечно же, помнить о том, что не нужно ждать какого-то особого, сверхъестественного, такого супер-пупер пророческого, драматического, супер духовного наставления по поводу того, кем я являюсь в теле Христовом. Потому что просто принять во внимание ту данность, которую мы имеем на данный момент. Помните, как в послании к римлянам написано? Имеешь ли пророчество? Пророчество по мере веры. Имеешь ли учение? Будь в учении, да, там. То есть это уже есть у нас. То, что определяет наше членство, да, то, кем мы являемся в теле Христовом, оно уже у нас есть. Кто-то может говорить, кто-то может физически какие-то вещи производить очень эффективно. Кто-то может зарабатывать деньги. Кто-то может оказывать какую-то помощь. Это уже у нас есть. Бог уже это изначально при нашем с вами рождении, вот, важно понимать, при нашем с вами рождении, он уже нас с вами наделил этими какими-то характерными свойствами. Потому что он, каждого человека, приводя в этот мир, запланировал быть членом церкви. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И когда он приводит человека в мир, он сразу же наделяет его теми качествами и характеристиками, теми характерными чертами, которые и будут определять его членство в церкви. И ждать чего-то сверхъестественного, чего-то такого драматического, чтобы ангел с неба сошел там и провозгласил, кем я являюсь, будет неправильно. Вот это нам тоже нужно с вами помнить. Поэтому, рассматривая вот этот отрывок, помятуя о том, что он стоит в контексте организации наших с вами собраний, нам нужно делать так, да, или располагать свое сердце так, избегая чувств мнимой отверженности и мнимой исключительности, чтобы в этом балансе, в этом здравом взгляде на самого себя и на других формировать здоровую, нормальную духовную атмосферу в церкви. Дабы в такой атмосфере, здоровой, нормальной, да, когда нет вот этих крайностей, мог проявляться Дух Святой. И собрание проходить более эффективно, более плодотворно, более благословенно, помазанно и вдохновляющим образом. Поэтому, да благословит нас Господь, до новых встреч, до новых видео с Господом.